Значит, здесь у нас находится разбавитель для масляных красок. Если необходимо помыть кисточку, макнешь, вот так оботрешь. Там не мой, не полоскай. Хорошо? Вся картинка у тебя будет носить такой коричневый характер. Значит, ты возьмешь разбавитель, коричневый и красный. Добавишь немножко белил, для того, чтобы краска лучше ложилась и была более укрывистой. Я, по-моему, с тобой уже об этом говорил. И вот так закидаешь весь холстик. Хорошо? Да. Упаковала красочкой, да, холстик? Немножечко было много вот таких вертикальных движений, я тебя вижу, царапинки поставали. Все-таки лучше было бы разнообразить, разнообразить. И мало белил. Сильно жидкая краска, неукрывисто получилось. Крупным планом возьми камера. Как процарапы видны, а вот так не видны. Чуть больше белил, хотя цветик тот же. Смотри. Вот такая должна быть ситуация. Как тампоном. Слегка-слегка, еле касаясь, распределяя краску, ты сделаешь равномерный слой укладки. Раз тебе кисточка не поддалась, давай уже тряпочку ойдем. Смотри. Я не вдавливаю. Вот вдавливаешь аж до белого холста. Я распределяю. Тряпку держу ближе к площадке. Посмотри, какое расстояние. Если ты схватишь дальше, она у тебя будет в стороны мотаться. И будет не очень хорошо. Вот, посмотри. Видишь? Движения штриховательные. Не окном мыть, а влево-вправо расштриховать. Смотри. Больше разнообразия. Хоть что-то на это похоже, но не в такую степень. Хорошо? Ну, как у него. Делайте еще всталечку. Ровно. Смотри, ближе. И, смотри, кончики я тоже подворачиваю. Ну, хорошо, нормально. Там, где будет голова. Я взял чистый коричневый. И сюда засажу красочку. По пропорциям лучше всего искать размер головы от пятна. Сначала высоту. То есть размер по высоте. От сих до сих. Затем ширину. Лучше сначала сузь. Как бы искать форму из центра. Ладно? Тряпочкой навязал сюда коричневизны. Затем еще и красноты. Смотри, какой равномерный слой остается за тряпочкой. Еще больше красного. Поскольку там будет лицо. Нам нужно минимизировать количество коричневого вещества. Потому что, когда свет вынемложить, он будет таким неестественным. Краснота и еще чуть больше желтизны. Буквально, смотри. Вот такой полуоранжевый цвет. Здесь, в этом месте, будет плечико посветлее. Он будет выходить на нас. Можешь обозначить форму спины. Показать примерно, где находится рука. Где ладонь. Если хочешь, даже тряпочкой. Можешь вот так слегка подтереть. Вот здесь. Вот эта ручка. Чуть осветлить тельце ей нужно тоже. Вот из такой мглы мы будем вытягивать уже что-то уточненное, более похожее. Хорошо? Давай, попробуй по моим следам. И дальше пойдем. Хорошо, хорошо. Хорошо, по суццико. Так, ну, давай уберемся в лечика немножечко. Хорошо? Ты напротив? Значит, возьмешь красный и желтый. Тоже сухо, без разбавителя. На подушечку пальца. Вот я сейчас камеру покажу. Сейчас я покажу. Вот, что это засухло. Вот так. Видно? То есть, не на тычок пальца, а на всю подушечку. Вот. И мягко-мягко приступишь к высветлению лица. Тоже где-то останется эта темнота. Она как бы из полумрака на нас должна смотреть. Сначала найдешь вот этот треугольничек света. Вместе с носиком и щечками. Там он есть. Смотри. Коричневый вмешивается и дает такую мягкость. То есть, ты свет накладываешь поверх темноты. Поверх среднего тона. Видишь? Уже что-то оттуда на нас зыркает. Еще усилишь. То есть, я нащупал. Я сразу не был уверен. Еще усилим. Смотри. Сразу может быть где-то и губка ее нарисуется. Да, вот смотри. Что-то похожее на губу верхнюю. Ракурс как бы снизу смотрим на нее. Она с приподнятой головой. Щечки тоже. Смотри. Я все по окружности, по цилиндру. То есть, она имеет закругленную форму. Вот сюда. Немножко в глазки мягкости придашь. Там не отсвечивает нормально? Окей. Все, ок, босс. Чуть-чуть зелени вот сюда. Очень художники любят буквально немножечко подзеленить теневую лица. Хотя здесь свет сверху падает, но все-таки будем немножко передавать ощущение бокового света. Буквально чуть-чуть. Подбородочек высветлишь. Тоже мягко. Не старайся сразу наложить много краски. Буквально. Вот, посмотри. Буквально какая-то громулька. Она даст уже почву для работы. Так же все обобщай вот в такой горизонтальный штрих. И смотри, то, что мы использовали красный, коричневый, в большей мере, задали, дает лицу природность. Если бы был чисто коричневым, я тебе сейчас покажу, как вот здесь, например, чистоя коричневизна. Видишь? Такая грязноватая получается полутень. А здесь все в красном. Все очень тепленько, живенько. В дальнейшем еще ты будешь отрезать овал лица, вот так, волосами. Но это будет позже. Сейчас мы немножечко поработаем еще с лицом, дабы его наметить хотя бы. Вот. Можно чуть-чуть обозначить реснички. Чуть-чуть больше красного в губы. Буквально немножко. Верхняя губа темнит, а нижняя, наоборот, светлит несколько светлее. У него, кстати, одна больше другой? Нет. У него, кстати, одна больше другой, но так и должно быть, поверьте. Нижняя губа всегда светлее, если при верхнем светлее. Так она больше выбирает. Да. А верхняя слегка затемнена. Вот так вот, смотри. В кисть пока не идем. Все очень мягко пальцем. Чем позже ты возьмешься за кисть, тем будет лучше. Дальше. Еще светлее. Та же красная, желтая, плюс белила. Все в теплости. Никакого коричневого нам уже не нужно. Будешь находить самые светлые места на лице. Это, смотри, щечки. Вот здесь щечка осветлена очень внятно. Так же не забывай про этот треугольник света. Я смотрю на лицо, как на собрание геометрических фигур. Так, ну а еще светлее можно, да? Уже по самым-самым светлым местам носик. Даже, может быть, сначала стоит вот эту темноту приподнятого носа показать просто пятнышком. Смотри, я даже могу обратиться не в палитру, а рядом. Очень хороший прием, кстати, рядом навалять краски, там, где это не опасно. Я знаю, что здесь будут волосы закраситься еще впоследствии. Вот так. И обращаться не в палитру, а сюда, рядышком. Носик приподнят и его его нижняя грань, да, она в тени. Дальше. Еще вот здесь подсветим чуть-чуть. Видишь, плавно она вылазит на нас за счет высветления. И очень хорош такой прием тем, что тебе кроме двух красок это желтое и красное, да? Ну, белило я не считаю. Больше ничего не нужно. То есть ты не запутаешься. Палец хорош тем, что он дает такие мягкие касания. очень все естественно. Конечно, это не академический портрет. Он не имеет ничего общего. Только может выступить как подкладка под работу. Кистью это портрет образописный. Это образ о человеке. Посмотри, как она. Еще раз, как называется образ человек? Образопись. Есть такое понятие. То есть даже иногда он не похож на то, что есть на самом деле. Но зато это очень быстрая техника. Ты можешь сделать несколько портретов буквально за короткий промежуток времени. просто как раз два три. Да, как раз два три. И в то же время убедительно. Правда? Да, пост. Давай еще подсветим губочку ей. Вот у меня палец не помещается у тебя, должен поместиться. Подсветим нижнюю и затемним верхнюю. Ну, вы прям с ней похожи получились. А дальше уже пойдет уточнение кистью, когда есть почва для работы, для размышления. Там же ты воткнешь еще и ноздрички. Вот такие. И, может быть, даже в конце еще больше дадим света. вот в эти местах. Опять же, накидал, накидал, слегка растушевал. Самые освещенные участки, они требуют понимания мощности и яркости. Они сформируют характерные черты лица. опусти я их чуть ниже, она была бы круглощекая. Я их приподнял, она очень такая худоватая, скуластая девочка. Еще вот так же можно с помощью света отделить скулы чуть-чуть. Смотри. так же еще и волосами отрежу. Босс, а где уши? Уши здесь под волосиками. Ну, поняла? Да. Давай попробуй сама. Ну, неплохо. Молодец. Немножечко обобщи. Чтобы она мягче была. Смотри. Да? Чуть-чуть. Так, ну, можно уже глазки тоже коричневый с красненьким здесь. обозначить ее реснички. Сначала может быть даже таким пятнышком слегка под подмутненным. тоже как бы с поиском слегка подхожу. Не в полную силу. А потом и уточнительно. вот так. Светик чуть-чуть там виднеется. это это все-таки в тени ее глаза. И буквально намек на верхнее веко закругленное. тоже все в таком полумраке. Так, можно еще добавить света в лицо. вот в эти места особенно желтоватого. чтобы прямо над ней лампочка загорелась. Тоже мягко входим. Видишь, как отделился полутон. То есть здесь уже стала тень. Раньше здесь был свет, а я добавил в это место больше, в этот участок. И здесь под глазом стала тень. Но не синяк, смотри, чтобы синяка не получилась. Все должно быть мягко. И в эту щечку. Над губой верхней. Что же у меня пальцы толстые такие-то. палец еще в силе. Да, палец до сих пор еще в силе. То есть еще кисти мы даже не притрагивались к лицу, к портрету. Только фон мы забросали, потому что было быстро и удобно. Все пальцем. Вот здесь светик. Подбородочек у нее приподнят вверх. Она вверх как бы слегка смотрит. поэтому он будет таким. То есть там как бы шея чуть-чуть видна. Ее не стоит выражать как рисовательное, линейное, а лишь намекнуть вот этим изгибом подбородка. И уже станет все понятно, что голова приподнята. Вот здесь чуть-чуть в шею света. Поскольку в тени даже еле-еле отличается от того, что было. Слегка набрал и даже можно усилить темноту вот здесь волос. видишь, шея стала явной, более явной, чем было до того. Так, еще вот тут волосиков чуть-чуть. В носик еще забыли светика положить вот сюда. Красный, желтый, и много белого в пользу желтого. Все-таки последний свет, он больше желтит, чем красный. Вот такую полосочку сначала, а потом разработаю ее легким штрихом пальца влево-вправо и появится окружность носа. Самый светлый участок это блечок. он находится вот тут на кончике носа. Тоже вот эта кромочка, покажи крупным планом. Вот здесь она очень мягкая, плавная. Нос закругленный. Он не остроконечный, а закругленный. дальше намек на ноздри. Их много видно, поскольку опять же головка приподнята. пускай ты сразу не сработаешь в полную силу по темноте, по тону. Если видно, хорошо наметить, а потом разработать и уточнить. вот такой носик фоеобразный. Ну, что еще? давай-ка плечико приподнимем. Вот сюда чуточку. Тоже с красным и желтым. Оранжевый цветик. Чуть-чуть давай усиливать уже ручку. Хотя бы так. Потом это пальцем успокоится и разработается до нужной формы нужному размеру. Можно немножко увеличить нижнюю губу. Опять же не при помощи усиления темноты вот здесь, а при помощи усиления света. вот таким штришочком. Видишь, она сразу стала немножко больше. Чуть-чуть все-таки подложим. Вот сюда. Минутик. Больше стала губка? Да, больше. Ну, перестань ты уже. И темноты вот сюда. Смотри, усиляя здесь свет, я даю глубину ямочки на подбородке. Вот этой вот между губой и выходящим участком челюсти. Не затемняй! Высветляй! чуть-чуть какой-то красной розовости не хватает в щеку вот здесь и вот здесь. я налепил два пятна. Теперь я их успокою ввиду в тон. в тон. Посмотри. Здесь вообще съелось, а вот тут еще осталось чуть-чуть. Вот такой румяности щечкам не хватает. видишь, я не спешу. Очень нежно, аккуратно подхожу к задаче. тем более ты, когда еще нет опыта, должна думать, не спешить. Краска масляная сохнет долго, даже эти тонкие слоя будут день как минимум. То есть за час не ставь себе задачу раз-два и портрет. Хорошо? Все-таки это достаточно сложное, особенно для новичка. Хотя некоторым дается с первого раза понять вот такой подход. Но еще кисточкой можно будет разработать. Желательно портрет растягивать на два сеанса. Ну, мы с тобой попробуем за один успеть, но портреты все-таки любят два подхода с просушкой. Сначала набросать вот такое, как сейчас, примерное, а во втором сеансе уже уточнить, ну, и добиться портретной схожести. Тем более, что это будет только на пользу. многослойность приветствуется в масляной живописи. Немножечко необходимо усилить ноздри и ей. Сейчас у меня там палец не помещается в ее ноздри. все-таки придется кисточкой туда слазить в ее ноздрю. Вот так. Это единственное место, где пришлось. Но если была голова немножко больше соразмерно на холсте, тогда бы и здесь кисточки не прибегало бы. А так все-таки поскольку постольку придется. буквально чуть-чуть вот здесь светик и вот здесь как уточнение не как рисование всего, а как уточнение. Это важно. Довести пальцем портрет до максимально готового состояния. Особенно женский портрет. Так, ну неплохо. ручка появилась, волосики появились. Можно еще полусухой кистью слегка светлее красочку взять, желтый, коричневый и вот так поцарапать блики волос. Как бы освещенные и вот так можно сверху. Чтоб челочка появилась. Смотри. Есть? Буквально несколько движений, а уже видно, что там волосики, что там челочка. здесь намек на вот такой как бы заворот волос. Не просто черное пятно, а еще и что-то волосатое. не вот так, а с отрывом. То есть кисть плавно входит, плавно выходит. Чиркаем, чиркаем. совсем светлая вверху. Несколько буквально локонов. Такого рода сюжеты сложны ну как портрет, всякий сложен слегка. Они сложны не как рисунок, а как художественное видение. Они должны быть образными, стилизованными. То есть если ты не можешь как бы покорить зрителя своим умением рисовать портрет, и должна его покорить своим видением мира, своим духом, своим настроением. Ну немножечко освежу красочку фоновую. Очень хорош мастихин в этом случае. Он может нам помочь сделать портрет из академического лимического стиля в образ записной. Возьмешь мастихин, белила, заметь, я свежим ком немножко, и сделаешь вот таких смелых движений. может быть, положишь, вычеркнешь, раздавишь, давишь, опять вычеркнешь, расштрихуешь, черпнешь вниз, где-то может быть даже вышкидешь, и снова белил. Вот такое. нечаянно красивая. Она аккуратненькая, мягенькая. С этим будет очень хорошо драмат. Они будут разными. Она будет в среде, которая несколько жестче, чем она. Намного. так можно плавные входы сделать. Это повторить нельзя. Это ты должна сама свои вот такие следы пооставлять. Я тебе показываю, как один из вариантов ты можешь придумать что-то свое. Но мастихин в таком случае очень и очень актуален. Также вот здесь подработаешь. дочиркаешь, доштрихуешь и снова положишь. Пока не будет красивой. Если красивого не случилось, сними вот так и заново положи. Хорошо? Давай, попробуй. Она рукой не задевает. Можно вот так задать настроение дождя. Понимаешь? То есть ты не покорила допустим идеальным портретом, но покорить вот этим настроением можно. Возбудить зрителя можно этим. Вот таким уходом в углу тоже это будет интересно. Тут уже ты должна понимать себя и слышать себя. Что тебе нравится, что тебе не нравится. Здесь не нужно уметь рисовать, здесь нужно уметь чувствовать. Допустим, у нее какая-то здесь упала одежда белого цвета. я не хочу ее выписывать, я хочу показать, что она здесь есть. Еще какие-то к примеру бирюзовые звуки вот тут, вот тут, очерчивающие форму руки. В пару к бирюзовому здесь можно дать что-то бирюзовое и здесь. И оно уже между собой играет. То есть портрет из того, что тебе было привычным раньше, из такого бульварного портрета превратился в портрет художественный. Можно прямо на пальцы взять бегу. Смотри. правды? В этом что-то есть. Еще и сюда. Давай, пока не поздно. Здесь еще светика добавим плечико. Чуть-чуть. И тоже по цилиндру вот так. Блечок. уход плавный в шею плеча обязательно слегка показал. То есть ушел. Ушел туда скат ключицы. Потерялся плечико на вяжи. Ублечико? Рука потерялась. она стала вком дрожжуем. Немножко ее свернило так. Можно вообще ее сбить в одном месте, в другом прописать. Все, что кроме лица, это уже стилистик. Понимаешь? Ну, выключай. Блестяще, босс. Чуть-чуть.